Приветствую всех на своем канале! В этом видео я буду создавать небольшую картинку с помощью термоклея и акриловых красок. У меня есть вот такие два небольших холста, примерно 15х15. Я их покрыла акриловой черной краской. И теперь я хочу на этих холстах сделать небольшие картинки с помощью термоклея и вот такой вот акриловой краски. Это акриловая краска в баночках. Она имеет металлический такой свет, синяя, зеленая и золотистая. И вот я хочу, собственно, ними сделать интересные такие картинки. И пока разогревается термоклей, я на одном из холстен нанесу эскиз картины. Это будут ветки сакуры. Я примерно нарисую направление этих веток. Вот так вот примерно будут направлены у нас ветки сакуры и набросала, где будут цветочки. Теперь, когда у нас уже клей разогрелся, вот уже есть капелька, я буду наносить клей там, где у нас проходит карандаш. Вот так вот. Продолжение следует... Вот я термоклей уже нанесла. Сопельки я убрала, которые остаются такие ниточки термоклея. Беру зеленую краску, такую металлическую. Рабочую свою такую вот губку-мочалку, это из-под кухонной мочалки, да, я отрезала кусочек. И в ней я буду, собственно, наносить краску на холст. Вот, я убираю. Что я делаю? Вот в крышечке у меня зеленая краска. Я беру таким образом губкой, вымакиваю в краску и на холст такими движениями перепечатываю красочку. И вот так вот у нас получилось. Смотрите, довольно-таки интересный эффект, да, получается на данном этапе. Сейчас я дам высохнуть и продолжу дальше с этой картиной. Акриловая краска сохнет быстро, поэтому долго ждать не придется. Кисточка у нас высохла, теперь я беру золотистую, такую светло-желтую. В крышечке вот так вот кисточка, чуть-чуть водички. Я обмакиваю кисточку. Теперь, где у нас веточки, я кисточкой так вот провожу аккуратненько. Вот. Смотрите, как вам? Довольно интересно получается. Теперь нужно нам нарисовать цветочки. Цветочки я буду рисовать уже чистой белой акриловой краской. Немного в нее вмешаю такую вот красочку, как бы розовую. Добавлю розовый в белый и получится у нас такой цвет сакуры. Я буквально немножечко, потому что намного краски не нужно. Выдавливаю. Чуть-чуть выдавлю такой вот интересный цвет. Он и не розовый, и не красный. Больше похоже на малиновый. Капельку намного не надо. Оп. Капелька не получилась. Получилась большая капелька. Так. Окей. Беру белую красочку на кисточку. Напоминаю, что я рисую акриловыми красками. Не гуашью, не темпером, а акриловые краски. И считаю, что они сюда больше всего подходят. Пока я чистым белым цветом прохожу. Там, где у нас цветочки. И так беленьким я повсюду прошлась. Теперь я возьму малиновый цвет. И где-то сделаю вот чисто такие вот крапления малинового. Вот. Теперь я размешала немного белого и цвета малины. И посерединке обозначу такой вот цветок. Вот так вот у нас получается. Теперь берем опять чисто малиновый цвет и обозначаем серединку. примерно где у нас будет серединочка сакуры. Так как сакура у нас не вся полностью белая и не вся розовая. Где-то у нее более малиновый цвет, где-то более светлый, белый, где-то розовый. Поэтому мы играем с цветом. Естественно, в природе, где больше тень падает, там и темнее цвет сакуры. Вот наша сакура готова. Я прошлась везде малиновой краской, размешивая ее с белой краской. Где-то больше высветляла. И такие красивые цветочки получились. Я результатом очень довольна, так что пробуйте. Это очень увлекательно. Особенно радует, когда получается, да, и когда картинка преображается, становится вот такой вот прелестной картинкой. Такие вот веточки сакуры получились. Объемные. Мне очень понравилось. Такую небольшую картинку можно оформить в рамочку и повесить на стенке. Или же с обратной стороны приклеить магнитик и повесить на холодильник, как вариант, чтобы радовало глаз. Также такие небольшие картинки вы можете делать своими руками в подарок. То есть, подарок своими руками. И это очень красиво. И я думаю, особенно, когда не знаете, чем удивить, не знаете, что подарить. Вот такой вот вариант хедмейка. Я думаю, будет самое оно. Я надеюсь, что вам понравилось и было полезно это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом пока все. До новых встреч. Пока-пока. Вдохновения вам! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok